В эфире новости. С вами я, Светлана Федодеева. Добрый день. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Только на 2018 год для Севастополя 128 миллионов поступили в бюджет. Как решаются вопросы с жильем для военнослужащих? Валерий Куликов подвел итоги работы за год на должности сенатора от Севастополя. Конкретно этот сорт мраморной тыквы пойдет на добычу семян. Это 50% урожая. Сезон в разгаре. В совхозе в Сахарной Головке после долгого перерыва начали выращивать тыкву. Сейчас выявили ряд замечаний подрядчиков. Указали им на эти замечания. Контроль качества. Как ведут ремонтные работы в многоквартирных домах проверили сотрудники фонда содействия капремонту. Обеспечение жильем военнослужащих, начисление пенсии военным в отставке, взаимодействие с Минобороны и федеральными властями. Сенатор от Севастополя Валерий Куликов подвел итоги работы за 12 месяцев. Год назад, 19 сентября 2017 года, губернатор Дмитрий Овсянников подписал указ о назначении Валерия Куликова представителем правительства города в Совете Федерации. И что же удалось сделать за год сенатору от Севастополя, смотрите в сюжете Святослава Данилова. Главное поручение Дмитрия Овсянникова, сенатору от Севастополя способствовать выделению квартир для военнослужащих. После перехода Крыма и Севастополя в состав России у этой категории граждан в пользование остались жилые помещения. Но не были оформлены договоры социального найма, и они не имели права приватизировать квартиры. Этой работой и занимался Валерий Куликов. Таких семей у нас порядка 900, более 900 семей. И вот в течение года при поддержке Министерства обороны, при поддержке правительства, жестко здесь контролировало правительство Севастополя, и работа идет очень хорошо. В принципе, я считаю, что эту проблему мы решили. На данном этапе у нас уже 69 договоров заключено по соц. найму, 53 подготовленных заключения, документы практически все готовы, 16 находятся в работе, в подготовке. Без жилья оказались и военнослужащие-пенсионеры, которые до 2014 года служили в украинских войсках. В квартирах нуждались 630 семей. Комитет по обороне в теме был разработан алгоритм действия из-за указа президента о том, что этих военнослужащих обеспечили жилье. Только на 2018 год для Севастополя 128 миллионов поступили в бюджет для того, чтобы приобрести жилье для этих военнослужащих. И я думаю, что в следующем году мы эту работу продолжим. Удается решать и проблемы с обеспечением жилья офицеров-военнослужащих, которые служили еще в Советском Союзе. Таких семей оказалось 31 семья. Я доложил об этом губернатору. Он сказал заниматься вопросом вплотную и все эти вопросы решать. На сегодняшний день что им удалось? Значит, решим вопрос по 12 семьям. 12 семей удовлетворены. 19 семей принимают решение. То ли деньги, то ли квартиры. При содействии Валерия Куликова филиал Нахимовского военно-морского училища получил лицензию. При взаимодействии с Минобороны в собственность города передали 8 детских садов. Большое внимание, по мнению сенатора, нужно уделять патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Соответствующий законопроект сейчас готовится в Госдуме. Кроме того, сенатор отметил, за год на должности он провел приемы граждан, на которых побывало более 200 человек. Из них 80% людей уже решили свои проблемы. Святослав Данилов, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. Жилье необходимо и гражданским. Конечно же, с надлежащими условиями. Для их соблюдения в Севастополе проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу включены больше 200 объектов. 30 из них уже сданы в эксплуатацию. Сейчас в процессе ремонта еще 100 домов, некоторые на стадии завершения. Их и проверили сотрудники фонда содействия капитального ремонта Севастополя. Как оценили качество выполненных работ, расскажет наш корреспондент Катарина Вербицкая. Качество на десятки лет. Так реализуют программу капитального ремонта многоквартирных домов в Севастополе. Подрядчики уже завершили работы по замене кровельного покрытия в зданиях на улице Павла Дыбенко. В работе использовали материал последнего поколения – ПВХ-мембрану. Она не деформируется и не рвется от влаги. Под этим покрытием не образуется испарение. Это увеличивает срок службы материала до 30 лет. Старое покрытие из рубероида служило всего пять. Мы ее используем уже более 10 лет. Непосредственно на данной кровле мы применили такие из инновационных моментов, таких как дорожки ходовые, радиомачты новые установили для последующих установки спутниковых антенн, каких-то других коммуникационных для жителей данного дома. С крыши этого жилого дома видно еще одно здание, которое попало в программу капремонта. Здесь используют уже совсем другие технологии. Покрытие кровли заменили с шифера на металл. Он более плотный и устойчивый к погодным условиям. Кроме того, в доме номер 10 на улице Павла Дыбенко утеплили и чердачное покрытие. Жильцы уже успели оценить качество выполненных работ. Ремонт у нас не делали никогда. То есть это первый ремонт, который нам сделали. Дом 52-го года постройки, поэтому, конечно, были проблемы с крышей. Сделали очень хорошо. Компания, замечаний у нас никаких нет. Все жильцы довольны. Дожди прошли очень сильные. Никаких, так сказать, протечек не было. Замечаний не было никаких и нигде. Оба объекта уже на стадии сдачи в эксплуатацию. Каждый с контрольной проверкой посетил заместитель директора фонда содействия капитальному ремонту Севастополя. Выявили ряд замечаний подрядчиков. Указали им на эти замечания. Подрядчики, в принципе, очень оперативно реагируют. Замечания незначительные. На сегодняшний день это ряд примыканий. То есть мы делаем кровли для того, чтобы они эксплуатировались минимум 25-30 лет. Некоторые примыкания, которые мы сегодня увидели, по моему мнению, будут работать не более пяти лет. Мы должны устранить это, как говорится, такое замечание для того, чтобы в целом по этим кровлям эксплуатационный их срок составлял минимум 25-30 лет. В программу капитального ремонта, но уже по обновлению фасада зданий, попали и несколько домов на улице Юрия Гагарина. 41-й и 43-й. Работы на этих объектов выполняют в три этапа. В первую очередь мы должны очистить фасад от той штукатурки старой, которая рушается, которая уже осыпалась, которая, возможно, осыпается, так сказать, которая дышит. Второй этап – то, что отслоилось, то, что мы убрали, мы это сделаем за штукатуривом. Потом наносится определенный клей, сетка клей, так сказать, армирующая часть фасада. Ну и финишная шпаклевка и покраска. А вот в доме номер 49 была другая проблема – старые электросети. Их провели еще в 64-м году. Это один из 30 домов, где замена инженерных систем была необходима. Мы, соответственно, делаем по стандартам сегодняшним, современным. Это уже и другая пропускная способность непосредственно кабельных линий. Это общедымовые счетчики учета ресурсов. И это, соответственно, пятипроводная система. То есть, это дом полностью настраивается на современный лад, так сказать, потребление электроэнергии, нормативов потребления электроэнергии. Работы по всем проверенным объектам должны завершить уже в октябре. Часть объектов подрядчики сдадут с опережением срока уже в конце сентября. За капитальными изменениями жилых домов наблюдали Катарина Вербицкая и Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя. Перейдем к теме здравоохранения. Туберкулез признали самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире. Такие данные опубликовали в отчете Всемирной организации здравоохранения. 10 миллионов человек заразились туберкулезом в прошлом году. В организации отметили, что в России активизация борьбы с опасным заболеванием позволила сократить уровень смертности от него на 13% в год. А в пятой городской больнице со вторника ведет прием делегация столичных специалистов врачей Морозовской детской больницы. Взаимодействие детских медучреждений Москвы и Севастополя длится уже несколько лет. На этот раз прибыли эпилептолог, генетик, неонатолог, онколог и гематолог. Специалисты уже приняли около 150 человек. В основном по сформированной очереди местные врачи направляли на прием к столичным специалистам наиболее сложных пациентов. Также московские врачи проводят лекции для севастопольских коллег. Причем это не только лекции для докторов, это и диалог прежде всего, потому что готовим по тем вопросам презентации, которые необходимы и вызывают больше всего вопросов. И, соответственно, после этого это диалог профессионалов, которые задают вопросы и разрешают свои сомнениями. На сегодняшний день у нас есть возможность получить, наверное, бесценный передовой опыт от коллег из Морозовской больницы и получить его не только для врачей, для медработников, но и получить его с точки зрения, наверное, какого-то передачи этого опыта пациентам. Для поддержания здоровья в рационе должны быть овощи и фрукты. Многое выращивают сами севастопольцы. Как раз сейчас в разгаре сбор урожая тыквы. Только за первые две недели все в совхозе в поселке Сахарная Головка собрали 50 тонн. Сезон продлится до середины октября. За это время планируют собрать еще больше 100 тонн урожая. Наш корреспондент Елена Корнаухова узнала, как выращивают тыкву, какие сорта бывают и куда поступает севастопольский продукт. В поселке Сахарная Головка тыквой засажено 10 гектаров земли. На каждом поле свои сорта. 100 фунтовка, мраморная и орешек. Последний, самый маленький вид, весит от 300 граммов. Остальные намного больше. Вес овощей достигает 20 килограммов. На этом поле в 2 гектара растет тыква сорта мраморная. Ее зрелость определяется не по цвету. Окрас может быть как зеленый, так и оранжевый. Главное, чтобы плеть была сухая. Тогда она легко отламывается. Такая тыква спелая. Это первый опыт предприятия по выращиванию тыквы. Поля засеяли в июне. Сбор урожая начался две недели назад. За это время уже собрали 50 тонн. До середины октября планируют снять еще 100 тонн. Тыкву реализуют пока только в Крыму. За пределы региона овощи не уходят. Продукт приобретают оптовые покупатели и местные фермеры на корм скоту. Конкретно этот сорт мраморной тыквы пойдет на добычу семян. Это 50% урожая пойдет. Вторая половина пойдет потребителям. Мы сейчас ищем покупателей. Одни из покупателей у нас берут тыкву на корм. Другие покупатели дома заготавливают эту тыкву, делают сок. Говорят, что очень прекрасный результат. Ну и надеемся все реализовать. Если тыкву нам выделяют и возвращают семена, мы продаем ее 5 рублей за килограмм при своем сборе. Если же мы продаем как готовую продукцию, мы продаем ее не менее 10-15 рублей за килограмм. Совхоз в сахарной головке возрождает производство. Он возобновил свою работу после длительного перерыва в 2014 году. И уже есть значительные результаты. В 2017 предприятие вывело регион на второе место в России по выращиванию чеснока. В этом году в совхозе помимо тыквы высадили капусту, помидоры, морковь, кукурузу. Севастополь – регион засушливый. Здесь особое место, важно уделять поливу. На всех угозьях предприятия в 115 гектаров проведена система капельного орошения. На ее установку совхоз получил государственную субсидию – 14 миллионов рублей. Для того, чтобы получить достойный вырожай тыквы, обязательно необходимо орошение. В частности, наша компания использует систему мелиорации, на которой мы получили субсидию в 2017 году от Департамента сельского хозяйства. За что им большое спасибо. И благодаря им и нашим стараниям мы смогли позволить себе вырастить этот оброжай. В следующем году руководство совхоза планирует начать выращивать пшеницу. Злаками засеют 70 гектаров земли. 40 гектаров угодий оставят под овощеводство. А узнали больше о выращивании местных овощей. Елена Корнухова и Михаил Волобоев. Информационный канал Севастополя. А Красногвардейский район лидирует по темпам сбора урожая яблок в Крыму. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства полуострова. В этом районе собрали уже почти 14 тысяч тонн яблок. Часть урожая отправят на реализацию в другие регионы страны. Всего в Крыму убрали 755 гектаров яблоневых садов. Это порядка 18,5 тысяч тонн плодов. По данным Министерства сельского хозяйства Крыма, урожай яблок на полуострове может превысить прошлогодний показатель в 2,5 раза. Далее о культуре. Завтра в Севастополе стартует неделя итальянского кино. Ежедневно с 6 вечера на экранах двух кинотеатров Москва и Россия все желающие смогут увидеть итальянскую классику. Культурная акция организована Севастопольским союзом кинематографистов России и Севастополь кино совместно с итальянской общественной организацией Синкре при поддержке правительства Севастополя. Меморандум о сотрудничестве общественных организаций был подписан еще в мае. Особое место в нем отведено кино. Мы здесь подделываем неделю кино и в городе Турине происходит неделя кино российского. То есть, поэтому это такой культурный обмен между странами. В принципе, с итальянским правительством мы находимся в дружбе и взаимопонимании. Поэтому такими путем пытаемся наши позиции сблизить как правительств, так и народов. И мы хотели познакомить зрителей наших, севастопольских. У нас же очень народ-то, как вам сказать, он чувствительный, он это все поймет. Потому что настоящее кино в свое время, это было русское и итальянское во всем мире. Это не боевики, это не сериалы, это чудесное кино феллини и, в общем, лучших режиссеров Италии. Мы нашли эти фильмы, мы их отобрали, мы их будем показывать, будут и комедии. И все это бесплатно. И в завершении об интересных исследованиях. Боятся ли черепахи тайфунов, узнали американские ученые. Эксперимент начали в мае на панцирь самки по кличке Исла, установили передатчик и следили за передвижениями рептилий. А в начале сентября к юго-восточному побережью США приблизился мощный ураган Флоренс. Ученые ожидали, что Исла покинет опасную зону. Но черепаха не изменила привычного маршрута передвижения, несмотря на непогоду. А в Севастополе погода будет хорошая. Сегодня в городе переменная облачность без осадков, температура воздуха плюс 26 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%. Ветер северный 5-10 метров в секунду, температура морской воды плюс 23. На этом у меня пока все. Подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Для вас работала Светлана Федодеева. Хорошего дня и до встречи в эфире. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok